Итак, еще раз привет. И сегодня я говорю про мониторинг и кубернетос. И начну я с того, что я расскажу немножко про мониторинг, прежде чем говорить про мониторинг и кубернетос. Смотрите, в природе, именно в природе, да, существует куча систем мониторинга. На слайде всего несколько штук, на самом деле их гораздо больше. И казалось бы, мы взяли любую систему, поставили и получили классные графики, получили классные алерты и можем идти отдыхать, если что нас алерт позовет. Но последние мои 15 лет опыта говорят, что это совсем не так. И у меня есть несколько историй об этом. История номер один про скорость. Смотрите, едем на машине, раз в минуту замеряем скорость со спидометра. Нарисовали график скорости. Казалось бы, все просто. Посчитали среднюю, посчитали расстояние. Бух, с одометром не сходится. Почему? Ну, все просто логично. Ехали-то мы вот так, а мгновенные показания ни разу не работают. Хорошо. Со скоростью это было очевидно. Но с виртуальной машины, с сервера мы собираем тысячи, иногда десятки тысяч показателей. И не забыть об этом моменте каждый раз, это непросто. И я не видел ни разу так, чтобы в каком-то проекте, в мониторинге мы не натыкали, что опять мы посмотрели на спидометр, а не на одометр. История номер два про то, что измерять нужно больше показателей. Смотрите, если у нас стоит задача определить, болен ли человек, можно померить температуру, можно взять кровь, можно сделать рентген. И, казалось бы, логичный ход развивать способы диагностики. Чтобы улучшить диагностику заболевания, нужно там разные виды, там томограф и так далее. Вместо этого, что мы делаем в мониторинге? Мы делаем вот так. Ну, как бы картинка смешная, вы понимаете, разница между температурой лба и ладошки, она есть, но с точки зрения диагностики заболеваний носит очень… История номер три про алерты. Исходя из моего опыта, то, как приходят алерты, это все классифицируется всего в два варианта. Первый случай вот такой. То есть алертов приходит много, но как бы они не нужны, у нас возникает абсолютная толерантность. Ну, а еще один алерт, еще один. Второй случай вот такой. Алерт. Нас как смыло лавой или… Ну, в общем, нас нет. Обе этих ситуации, вот они занимают там, я не знаю, 99% распределения, вот только 1% это состояние, когда у нас алерты уже приходят, гарантированно упреждая аварию, но еще нету ложных. И вот выйти вот в это вот равновесное состояние очень и очень сложно. Исходя из моего опыта, может быть, у вас это не так. Поэтому вместо вот такого замечательного мира в реальности у нас зачастую вот такая штука, сломанные алерты, и заканчивается это все тем, что мы выглядим, ну, не очень хорошо. Чтобы в такую ситуацию попадать как можно реже или не попадать, я считаю, что первое, что нужно сделать, это очень четко ответить на вопрос, что такое мониторинг. И если мы отвечаем, что мониторинг – это какая-то система мониторинга, то вот нет. Если мы отвечаем на вопрос, что такое мониторинг, что это графики и алерты, нет. А с моей точки зрения мониторинг – это система, которая, во-первых, позволяет упреждать аварии, во-вторых, если уж не получилось упредить аварию, она позволяет вовремя уведомить, вовремя, не вовремя, но уведомить хотя бы об аварии. Раньше, чем нам скажут пользователи о ней. И третье – позволяет осуществлять быструю диагностику. Как она это делает? Обычно с помощью, во-первых, точно собранных данных, во-вторых, полезных графиков, таких графиков, которые смотришь и сразу понимаешь, где проблема. Быстрая диагностика, да? И таких алертов, которые приходят тогда, когда надо, и в них прямо написано – иди чини то-то. И чтобы все это сделать, нам нужна нормальная система мониторинга. И вот когда мы на вопрос, что такое мониторинг, отвечаем вот так, понимая, зачем и чего мы хотим, что у нас не Zabbix, который собирает три каких-то непонятных показателя и шлет 18 алертов из них, как он это сделал, непонятно. А вот когда мы смотрим на систему мониторинга вот так, у нас есть шанс не одеть тыкву на голову. Краткий итог. Сам по себе мониторинг – штука сложная. Идем дальше. Кубернетос. С Кубернетосом все еще интереснее. Во-первых, Кубернетос больше и сильно быстрее. И ситуация заключается в следующем. Пока у нас были железные серваки, у нас заказ нового сервака занимал долго. Так как он занимал долго, развивать средства автоматической конфигурации было мало смысла. Понятно, что если у вас в проекте полтысячи серваков, скорее всего, у вас есть автоконфигурейшн для железок. Некоторые, там, Ansible, Chef, неважно. Но если у вас не очень большой проект, скорее всего, нет. Когда мы перелезли в облака, ситуация чуть изменилась, потому что покупка виртуальной машины, покупка, это уже не покупка, это мы зашли в веб-интерфейс, нажали кнопку создать, она занимает секунды. Настройка виртуалки тут по-разному. Если вы обыватель в облаках, то есть вам нужно десяток виртуалочек для того, чтобы ваш небольшой проект работал, то, скорее всего, вы руками все настраиваете. Если у вас большой проект, скорее всего, у вас автоскейлинг, есть автоконфигурация. Как только мы перелезли в кубернетис, у нас количество инстансов выросло в 50 раз. И к тому есть естественные причины. Смотрите, какие. Виртуальную машину еще можно создать руками. Железку, вы, это объект физического мира, вы идете за ней в магазин. А с подами в кубернетис, это значок, я таким значком всю презентацию показываю под. Под это типа контейнеров в кубернетисе, это несколько контейнеров, объединенных в один неотделимый стручок под. Так вот, для того, чтобы создать под в кубернетисе, вам обязательно нужно описание для этого пода. У вас нет возможности создать под, не имея средств автоматической конфигурации. То есть вы обязаны иметь средства автоматической конфигурации. Конфигурация менеджмент. Вы не можете без конфигурация менеджмента создать под. А значит, у вас гарантированно есть конфигурация менеджмент, а значит, скорее всего, вы его заюзаете дополнительно. Заюзаете дополнительно как? Во-первых, вы, скорее всего, сделаете какие-нибудь ревью апсы. Создали бранч, выкатилось новое окружение. Создали бранч, выкатилось новое окружение. Создали бранч, выкатилось новое окружение. У нас уже там поды разрослись. Удалили бранч, окружение удалилось. И вот такая вот штука безостановочная. Во-вторых, в кубернетисе любой дипло это убийство подов создания. И получается так, что Кубернетес внес с собой штуку такую очень динамичную. Что нам это дает? Или что это меняет в нашем сознании? Первое. Мы полностью, абсолютно и навсегда теряем возможность думать об одном элементе как о чем-то существующем. Нас интересуют только группы. Нам нужно отойти в сторону и перестать смотреть на отдельные поды или отдельные контейнеры. Они нам неинтересны. Второй момент. Service Discovery стал обязательным. Смотрите, пока у нас были железки, пока у нас человек ходил в супермаркет, покупал железки. Ну, понимаете, не в супермаркет, но вы могли еще вручную записывать каждую железку в мониторинг. Как только у вас Кубернетес, при котором каждый выкат удаляет к черту все поды и создает новые, вы же не можете при каждом выкате ходить в Zabbix и заводить. Ну, очевидно. А получается, что Service Discovery стал вот просто обязательным. Других слов нет. Объем данных вырос, но это очевидно, потому что мы собирали раньше метрики, там, железки, теперь с виртуалки, совсем теперь с пода. Количество подов больше, данных больше. Самый интересный момент – это текучка метаданных. Смотрите, вы когда отдаете ребенка в детский садик, ему там выдают шкафчик. И на шкафчике написано имя ребенка. Шкафчик вашему ребенку принадлежит долго, год. Ну, или сколько он ходит в группу, я не знаю, в каких-то садиках дольше. Когда вы идете в бассейн, вы тоже получаете шкафчик. Но если вы на этом шкафчике нацарапываете свое имя, вы кто? Вандал. Смысл в том, что все классические системы мониторинга, они думают, что они детский садик. И шкафчики выдают надолго или навсегда. Вот они живут в ощущении, что к ним пришел объект для мониторинга надолго. А кубернетес и поды – это вот больше про бассейн. Под пришел, поплавал в бассейне и ушел. И держать для него шкафчик пожизненно нельзя. О чем идет речь? Если у вас в проекте 20 сервисов на каждой по 20 подов, получилось 400 подов, вы делаете пару релизов в неделю, у вас за год набегает, не знаю, 50, там 100, 200 тысяч подов. Если вы будете на протяжении года хранить информацию о каждом, ну это создаст проблемы. Если вы не дай... 200 тысяч подов, по каждому 10 тысяч метрик, уже получилось много. Я такие цифры... 20 миллиардов, 200 миллиардов, много. Короче, система мониторинга должна быть готова к тому, что объект, за которым она наблюдает, он живет короткую жизнь. И она должна о нем полностью забывать, когда он перестает быть наблюдаемым. Хорошо. Вторая тема, которая случилась в тот момент, когда у нас появился кубернетес, выглядит следующим образом. У нас есть две реальности теперь. Реальность кубернетеса и реальность физических узлов. И в реальности кубернетеса у нас есть неймспейсы. Ну их там может быть несколько, сколько угодно. В неймспейсах есть диплоймент, в диплойменте есть поды, и поды состоят из контейнеров. Ну вот, например, если это бэкенд, и вы, не дай бог, программируете на PHP, то в этом бэкенде у вас будет контейнер с PHP-FPM и контейнер с Nginx. Ну потому что Fast CGI по сети гонять не очень хорошо. А также в этом неймспейсе есть еще, например, диплоймент с фронтом, там с Nginx. И есть кластер Redis. В кластере Redis отри пода, в каждом поде сам Redis, Sentinel и какой-нибудь скриптик, который с кубернетесом интегрирует, чтобы собрать кластер. Окей. И в этом, кроме этого неймспейса, еще что-то у нас есть в других неймспейсах. И вот такой вот сложный мир, куча компонентов, которые друг с другом общаются. Но этот мир сложный, но он логичный. В нем есть неймспейсы, в нем можно ориентироваться. Когда мы смотрим на физические ноды, у нас там куча контейнеров, узел, куча контейнеров. И в процессе мониторинга нам нужно постоянно сопоставлять вот эти вот объекты более-менее реального мира контейнера на тачках с виртуальной реальностью кубернетеса. О чем идет речь? Когда мы смотрим на неймспейс, мы хотим взять и найти, где же эти поды, где контейнеры этого неймспейса на тачках. Хотим иметь возможность взять и посмотреть, например, где контейнеры одного диплоймента или другого, спуститься на уровень конкретного пода. И вот видите, там внизу такой маленький контейнер, который еле-еле видно. Вот это тот самый редис, который нам нужно мониторить. Смотрите, какая история происходит. Если мы что-то сделаем не так, нам может прийти вот такой алерт. Редис на узле 3 отвалился от мастера. Ну, замените там, закончились ключи, неважно что. Редис на ноде 3 отвалился от мастера. Всем понятно, что это нам ничего не говорит, потому что за редис, с какого он его, это деф или это прот, это что вообще. Окей, может прийти вот такой алерт. Нет, редис с таким-то айпишником отвалился от мастера. Айпишник. Айпишник это уникальный идентификатор. Пошли в кубернетос, поэтому айпишнику нашли, что за под, из пода нашли. Ну, вот взяли, собрали всю эту цепочку. Самый классный момент, когда нам приходит вот такой алерт. Это название контейнера на узле. Знаете, у меня такая ситуация в голове возникает. Включайте телевизор, а там известный российский географ-гидролог говорит такой, гроза из 53, 12, 35, 90 идет на север, 53, 13, 32, 54. Вот реально. Ну, то есть точные данные. Абсолютно. Но как это использовать? По-хорошему у нас в этом алерте должен приходить, конечно же, название неймспейса, название диплоймента, название пода, название узла. И точно такая же история про графики. Что нам это добавило? То есть у нас было 4 момента, за которыми нам нужно было следить в кубернетосе. Нам добавило абсолютную потребность использовать встроенные примитивы. То есть если мы не думаем вот в этом, во встроенных примитивах кубернетоса, все, мы не можем делать мониторинг, нам мониторинг нужен на встроенных примитивах кубернетоса. Помнить, что реальности больше одной. Очень много кейсов, когда у нас начались какие-то проблемы, эти проблемы связаны не с тем, что у нас в подах что-то не так, а с каким-то конкретным узлом. И нам нужно постоянно понимать, это проблемы в физическом мире или в виртуальной реальности кубернетоса. И еще один момент. У нас в одном кластере почти всегда, кроме прода, живет еще стейдж, кроме стейджа тест, деф, и, наверное, мы не хотим ночью получать алерт о том, что срочно деф развалился. Ну, как бы, логично, понятно. Что со всем этим делать? Ну, как бы, самое главное помнить, что вообще вот оно вот так. Вторая часть, ну, на самом деле надо взять Прометеос и его правильно настроить. И я сейчас объясню, во-первых, почему Прометеос, а во-вторых, как бы, что нужно сделать с Прометеосом, чтобы все получилось. Смотрите, на вопрос, почему именно Прометеос, можно отвечать двумя путями. Путь первый. Все знают, что такое Прометеос? Прометеос — это система мониторинга, модная молодежная, написанная на Go. Я вот коротко скажу, длинно я скажу за оставшиеся 35 минут презентации. Значит, почему именно Прометеос? Можно пойти со стороны технических преимуществ, можно пойти со стороны, кто что использует в кубернетосе. Мы пойдем обоими путями, мы сначала посмотрим, кто вообще что использует для мониторинга кубернетоса, а потом поймем, почему. Смотрите, опрос The New Stack конца 2017 года, ну, уже давно, 5 месяцев назад, да, но еще не так давно. Прометеос типа выигрывает. Первая строчка — 63%, ла-ла-ла-та-паля. 208 компаний опрошено, у которых кубернетос в проде. Выглядит на самом деле неплохо, но неубедительно. Но тут надо копнуть. Смотрите, вторая строчка — это хипстер. Хипстер, у меня для него классное название есть. Это аппендицит мониторинга в кубернетосе. Значит, как бы он есть, но он не нужен, но отрезать его как бы всем неохота. В чем суть? В старых версиях кубернетос, автомасштабирование кубернетоса было завязано, автоскейлинг подов был завязан на хипстер. Сейчас уже нет его, он прекрасно переключается на промиссиус, но по привычке ставится. Есть, например, дашборд в кубернетосе, который еще не переделали, чтобы он мог универсальным API пользоваться. Там есть в кубернетосе универсальный API для мониторинга. Он пользуется все еще напрямую хипстером. И хипстер хранит последние 20 минут только CPU, только память, и никуда не сторит его поставить вот так. Поэтому все, у кого есть… У нас во всех кластерах есть и прометеус, и хипстер. И мы не используем хипстер для мониторинга. Мы используем хипстер как аппендицит. Ну, то есть он как бы есть, нужен, но не очень. Второй момент — это C-адвайзер. C-адвайзер — это контейнер-адвайзер, это, по сути, это гошная липка информации о контейнерах. Тут есть нюанс. Нюанс, заключающийся в том, что эта штука вшита в кубернетос. Ну, то есть в кубернетосе есть такая штука — кубилет. Это прослойка между докером и кубернетос-мастером. И вот C-адвайзер вшит в каждый кубилет. Поэтому все, кто использует промиссиус или хипстер, они получают данные из этого C-адвайзера. То есть C-адвайзер — это источник данных для промиссиуса. Клауд-провайдер. Я особо не копал, что такое клауд-провайдер. Но я так думаю, что это люди, которые в GKE, в Google Container Engine. В GKE. GKE. Не GCE, а не Cloud Engine, а Container Engine. Там есть какие-то встроенные графики, что-то работает. Но мы же говорим о универсальном случае. Поэтому вот эти вот три строчки можно смело выкидывать. И получается… Вот сейчас график выглядит так, как будто Prometheus лидирует прям… И оно реально так. Получается, что за ним идет там Datadoc, New Relic и так далее. То есть какие-то SaaS-ки коммерческие. И каких-то open-source утилит, которые близко по объему использования к Prometheus, их просто нет. Пятикратное преимущество. Вот ответ, почему Prometheus, он вот такой. Почему случилось так, что у Prometheus 63%? Ну, очень просто. Он хороший. Но это зачастую со многими open-source проектами эта вещь популярность и качество, они идут вместе. Потому что проект становится популярнее, из-за этого у него качество возрастает, он становится популярнее, возрастает качество, популярнее, возрастает качество. Ну и вот вещи, которые идут вместе. Как устроен Prometheus? И как мы, под мы, я имею в виду компанию Flant, его готовим. Подготовим, я имею в виду, подключаем Prometheus к кубернацию. Сейчас будет 200 слайдов, наверное. По-быстренькому я их прощелкаю. Поехали. Значит, есть у нас кубернетис. Я кубернетис всегда таким облачком обозначаю. В кубернетисе у нас есть поды. В подах есть какие-то данные, которые нам нужно собирать. Плюс у нас есть Prometheus. Мы пока не разбираемся, где он стоит внутри кубернетиса, снаружи, нам это не важно. В кубернетисе есть такая штука, которая, я буду называть коллектор, может быть, это не очень правильное название, но коллектор. А еще есть табличка, в которой сказано, дан список целей, которые надо мониторить. Ну, собственно, те самые там поды в этой табличке указаны. Что делает коллектор? Он берет, читает эту табличку, отправляет HTTP запрос. Для тех, кто не знаком с Prometheus, сейчас будет очень полезно. Отправляет HTTP запрос к поду и получает ответ. В ответе что? Пачка метрик. Сколько их там может быть? 10, 100, 1000, 10 тысяч. В целом, ну, 10 тысяч метрик, это будет, я не знаю, там пару сот килобайт текста, да, уже не очень приятно, но терпимо. У каждой метрики есть название, лейблы и значения. Те, кто знакомы в кубернетисе, знают, что в кубернетисе у всех объектов есть лейблы. Promisius позволяет круто работать с лейблами, поэтому это важно, это удобно. Что делает коллектор с полученным ответом? В Promisius есть TSDB, Time Series, база данных. Ну, то есть база данных, в которой можно складывать данные, привязанные ко времени. Promisius это бинарник на Go1, в котором вот прям все вшито. Я чуть подробнее поговорю про TSDB попозже. Так вот, коллектор берет и складывает вот этот ответ в базу. Как это выглядит? Пришел ответ, положил в базу. Разница между ответом и базой заключается в том, что в базе есть отметка времени на момент, когда мы эти данные забрали. Плюс мы скопировали в базу все лейблы, которые пришли с ответом. Плюс мы скопировали в базу те лейблы, которые у нас были указаны в табличке. Ну, то есть в первых лейблах у нас, что мы мониторим? Руку, голову, ногу. Откуда собирали температуру? А вот во вторых лейблах у нас, что за больной? Ну, то есть в нескольких больных мониторим. Получается, что коллектор, ну или там Promisius, неважно, обогащает полученные данные дополнительной информацией. 60 секунд. Прошло 60 секунд, мы получили еще один ответ, сохранили его с новой временной отметкой, прошло еще 60 секунд, опять сохранили, и вот так данные собираются. То есть Promisius берет и каждые 60 секунд шлет HTTP запрос, получается, хранил. Шлет, получается, хранил. Окей. Понятно, что целей несколько. Маленькая ремарка, да, значит, что у нас вот за вот этот градусник, не знаю, индикатор и витрометр, я не знаю, как эта штука называется. Значит, в реальности бывают два случая. Или ваш софт уже умеет экспортировать метрики в формате для Прометея, ну, например, вы на PHP программируете бэкенд, и вы можете спокойно сделать там слэш-метрикс, который выплевывает, но это же просто текст его сгенерить, вот, 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 просто, короче, как пальцем щелкнуть. Или много современного софта уже имеет какой-то порт, на который можно зайти по HTTP, получить метрики в формате для Прометеуса. Большая часть гошных прок имеют это. Второй кейс, когда наш софт не умеет отдавать метрики в формате для Прометеуса, например, Redis. Очень хороший пример. Redis не знает, что такое HTTP, тем более он не знает, что такое Прометеус. Но мы же хотим мониторить Redis. Все очень просто. Есть паттерн, который называется экспортер. И по этому паттерну реализована куча плагинчиков. Ну, не плагинчиков, не плагинчиков, это отдельно стоящее приложение. Например, есть Redis экспортер. Что он делает? У него есть HTTP порт, Прометеус туда идет, экспортер увидел запрос от Прометеуса, пошел в Redis, собрал, сколько у нас там памяти свободной, занято, ключей, ла-ла-ла-та, поля, и ответил. Ну, то есть такая прослойка переводчик. Если в первом случае у нас в поде запущен один контейнер с нашим софтом, то во втором случае у нас запущен контейнер с нашим софтом плюс второй контейнер с экспортером. В Кубернетсе можно в одном поде запускать несколько контейнеров, в том числе и для вот таких задач. Обычно вот эти дополнительные контейнеры называются сайткарами. Хорошо, разобрались. Давайте немного поговорим про базу данных, которая встроена в Прометеус. Ну, как я уже говорил, Prometheus — это однокомпонентное решение, то есть это один бинарь на Go, который один. Значит, база. Как и любая Time Series, эта база поддерживает Time Based Retention. Мы можем настроить, хранить 7 дней или 14 дней, и она это делает эффективно. К сожалению, в Prometheus нет disk-based retention. Было бы очень удобно сказать, мы храним последние 50 гигов, чтобы у нас никогда место в мониторинге не заканчивалось. Но пока нет, но можно настроить мониторинг, который, если что, подрезает. Ну, мониторинг мониторинга — это всегда весело. Он очень эффективный, занимает всего один или два, то есть в среднем один-два байта на каждый сэмпл, на каждое значение, которое мы получаем. Хорошо переносит Serious Churn. Это та самая текучка метаданных. То есть Prometheus готов к тому, чтобы быть бассейном, а не детским садиком, если в той терминологии чудесной. А только локально никакой кластеризации и репликации. Перед этим докладом был доклад Константина Осипова про то, как делать кластеризацию и репликацию, шардирование. Кто был, это реально сложно. И любой человек, который занимается оперейшнером, знает, что если ему говорят, давай мы сейчас distributed базу поэксплуатируем, он такой, ну, 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 давай. Ну, то есть всегда есть эмоция с этим связанная, потому что очень много нюансов. И да, это, конечно, жуткий минус, то, что мы не можем никак там горизонтально… То есть как бы то, что у нас Storage для Time Series горизонтально не скейлится. Но это тот же самый момент и жуткий плюс, потому что у нас никогда нет никаких проблем. У нас штука, которая там гарантированно работает. И в случае с Prometheus прекрасно делается шардирование и прекрасно делается федерация. Я чуть позже расскажу о том, как. То есть Storage-то у нас один привязанный к локальной машине и никак ему отказоустойчивость не делаешь. Но можно сделать два Prometheus, которые одновременно собирают одни и те же данные, складывают каждый в свою базу, и тем самым мы получили отказоустойчивость. Все классно. Так как он локальный и очень простой, он еще и получился очень эффективным. Причем он эффективен не только по вводу-выводу, он еще эффективен по размеру, по памяти. И по сути лить в Prometheus десятки тысяч или сотни тысяч метрик в секунду – это нормально, он переваривает просто легко. Хорошо. Какие-то сведения о том, как устроена Time Series база в Prometheus мы получили. Бежим дальше. Откуда у нас берется эта табличка? Вот табличка с таргетами, которая мониторит. Это самый вообще важный момент в контексте Кубернетеса. Разумеется, она берется из API Кубернетеса. Промиссиус из коробки умеет подключаться к Кубернетесу и получать оттуда данные. То есть это функционал, который был всегда в Prometheus и всегда там работал. Но там есть целая пачка нюансов, и нам надо, наверное, сходить и с ними разобраться, потому что если не разберемся, ничего не поймем. Смотрите, вот есть эта таблица. Во-первых, что в ней? В ней, конечно же, лежат урлы, которые нам нужно опрашивать. И лежит время, раз в сколько секунд опрашивать. Мы, кстати, используем не 60 секунд, а 30, потому что 30 меньше 60, но еще не слишком часто. Ответ примерно такой. Ему никакого там четкого логического объяснения нет, но просто 60 показалось редко, а 30 вроде нормально. Ну, я честно говорю. И лейблы. Самое важное — это лейблы. Смотрите. Это вот та самая картиночка с реальностями. Вот у нас есть… Нам хосты пока не интересны. Вот у нас есть вот этот под, который нам нужно найти. Что является уникальным идентификатором этого пода? Ну, правильно. Namespace плюс deployment плюс название самого пода. Есть технические нюансы, из-за которого название диплоймента мы использовать не можем. Нюанс в особенностях работы Prometheus, в особенностях работы Kubernetes, в их связке. Но в Kubernetes есть еще сервисы. Сервис — это такая же лод-балансер. Вот в Kubernetes есть встроенные лод-балансеры. И когда мы определяем лод-балансер, мы говорим, куда бросать трафик. И всегда, когда у нас есть группа подов, у нас всегда перед группой подов есть лод-балансер. Поэтому в целом группу подов, ну вот deployment или любую другую, в Kubernetes есть другие способы создавать группы подов. Мы можем уникально идентифицировать namespace плюс названием сервиса плюс названием пода. Соответственно, в этой таблице у нас должен быть, если мы мониторим Redis, должен быть namespace, должен быть сервис, должен быть под. Более того, скорее всего, у нас кластер Redis, ну или там Redis в Kubernetes больше одного. Но поэтому у нас может быть в этой табличке еще информация об еще одном Redis. Но до этого был Redis с названием Redis, а тут Redis с названием Redis cache. Не знаю, чем они отличаются. Но вот оба в namespace и продакшен. Наверное, нам нужно, нашему софту нужно с двумя Redis работать. Ну и у нас могут быть там Redis в других namespace. Чтобы такую штуку сделать, у Prometheus есть конфиг. В этом конфиге есть секция scrape-конфиг, и в ней можно определять джобы. В джобе много букв. И так глубоко, ну то есть это просто надо еще выпить и еще на один уровень заглубиться. И этого мы делать сегодня точно не будем. Если вкратце, то там сказано, как подключиться к Kubernetes. Ну то есть настройки подключения самые обычные. Там адрес, ключики всякие. Какие объекты получать. Ну то есть что Prometheus должен запрашивать у Kubernetes. Как их отфильтровывать и какие лейблы вытаскивать. Ну то есть вот эти вот самые лейблы вытаскивать. Давайте посмотрим пример, который все объяснит. Вот этот страшный YAML — это описание сервиса для Kubernetes. И тут сказано, что он называется Redis, и сказано, что он должен отправлять трафик на поды, у которых лейбл UpRedis. Ну то есть это вот тот самый сервис, который балансирует трафик по нашим Redis. Мы в него добавляем лейбл Prometheus Target Redis и добавляем информацию о том, что у него есть дополнительный порт с названием HTTP Metrics. А вот в этом конфиге мы настраиваем что? Мы говорим Prometheus, ходи в Kubernetes, находи сервисы с таким лейблом, находи все их поды и вытаскивай вот в эту нашу табличку. Вот формируй вот так эти урлы. Вот на пальцах, если, да, эта связка работает вот так. Более того, как вы обратили внимание, наверняка у джоба есть название. Это название становится заголовочком таблички, и могут быть еще другие джобы, и, соответственно, этих табличек у нас много. Ну то есть у нас в Prometheus и в Service Discovery много табличек, в каждой табличке много таргетов. Ну зачем нам отдельно Redis, отдельно PHP, FPM, отдельно MySQL, отдельно там еще что-то, еще что-то, я думаю, всем понятно. Значит, я думаю, что мы разобрались с Service Discovery, и с чем нам нужно еще разобраться? Нам нужно разобраться с тем, мы же говорим про Prometheus с Kubernetes, нам нужно разобраться, что Prometheus собирает в Kubernetes. А собирает он следующее. Во-первых, у Kubernetes есть мастер. Мастер достаточно сложно устроен, и нам его нужно мониторить. Из деталей, на которые хочется обратить внимание, во всех типах инсталляций, будь то Amazon, Google Cloud, не знаю, железки, все что угодно, мастер привязан всегда к ноде, то есть это необычные поды, и они привязаны к ноде, и нам хочется знать, в каком состоянии мастер получает метрики с привязкой на ноду. И у API-сервера, и у контроллер-менеджера, и у шедулера, и у etcd, и у второго, и у третьего есть порт, на который можно зайти и попросить метрики в формате для Prometheus. Что мы оттуда узнаем? Там куча данных, с какой скоростью шедулится пода, ну то есть состояние работы мастера. Давайте я не буду углубляться. Вторая вещь, которую мы хотим знать о Kubernetes, что там внутри происходит. И самый главный источник для этого — это кубилет. Кубилет — это та самая прога, которая, это кусок кубернетеса, который стыкует мастер с докером, который запущен на узлах. То есть, ну, проще всего так. То есть кубилет запущен на каждом узле нашего кластера в кубернетесе, он подключается к мастеру, взаимодействует с ним и создает докер-контейнер. То есть это такая переводчик между API-сервером и между кубернетесом, между кубернетес-мастером и докером. Так вот, в этом кубилете есть две вещи, которые нам нужно собирать. Во-первых, туда встроен C-Advisor, про который я уже говорил. А C-Advisor выдает нам информацию обо всех контейнерах. Сколько CPU, сколько памяти и так далее, и так далее, и так далее. То есть все метрики по контейнерам. Во-вторых, в кубилете есть информация о том, какие persistent volume подключены к машине, их размеры. То есть там есть две вещи, которые надо вытягивать. И кубилеты мы привязываем к нодам. Почему? Потому что те метрики, которые выдает кубилет про контейнеры, там в каждой метрике про контейнер уже указан под, namespace, а мы добавляем еще ноду. То есть мы знаем этот контейнер на какой ноде, плюс из какого namespace, а плюс из какого пода. Вторая вещь — это куб-стейт-метрикс. Это своего рода промиссиус-экспортер только для кубернетеса. Он выдает информацию обо всех объектах, которые есть в кубернетесе. Сервисы, поды, стейт-фулсеты, диплойменты и так далее, и так далее, и так далее. Нод-экспортер. Еще мы в кубернетесе запускаем нод-экспортер. В даймонд-сете. Это штука, которая выдает информацию о самой виртуальной машине, о самом узле, базовые метрики, линуксовые, память, CPU, и опции, место и так далее, и так далее. Там много метрик, сколько, не знаю, тысяч пять, наверное, на скидку, может, десять. Побежали дальше. Компоненты кубернетеса, которые надо мониторить. Скажу кратко. Во-первых, есть DNS, и если у вас DNS в кубернетесе сломался, у вас сломалось вообще все. И там есть ряд показателей, которые надо собирать. Мы используем промиссиус-оператор и промиссиус, мы самим промиссиусом мониторим себя, и вроде это работает. И мы активно используем Ingress Nginx. Nginx — это входящий балансер в кубернетесе, который получает запросы извне, и Nginx интегрированный с кубернетесом. Мы очень сильно протюнили его, и выдаем… То есть у нас сам Ingress выдает очень много показателей, привязанных к namespace, к подам, по которым он балансирует трафик. И мы туда добавляем информацию об узле, и у нас еще может быть несколько Ingress контроллеров, соответственно, о контроллере. Софт. У нас есть более-менее живые дашборды для пачки софта. И, как я уже говорил в примере, если мы просто сервису добавим один лейбл, у нас автоматом начинают собираться данные, а автоматом в графане начинает рисоваться дашборд. И самый важный момент, мы сделали достаточно просто средствами Prometheus, поддержку кастомных метрик. Как она выглядит? Есть у нас сервис, например, это backend, ну пусть будет там PHP-шный, да, для простоты. Если мы в этот backend добавим лейбл и порту добавим название, что это HTTP-метрикс, причем обратите внимание, здесь вот Prometheus Custom Target, то у нас в сервис Discovery Prometheus автоматом создастся джоб с названием Custom Backend. Что это означает? Например, мы хотим нарисовать график заказов. Мы быстренько на нашем PHP, почему PHP? На Node.js, давайте на Node.js переключимся. Короче, мы быстренько на нашем Node.js нафигачили какую-то статистику простую, экспорт, не знаю, количество заказов, добавили одну строчку в метаописание Kubernetes, данные начали собираться. С легкостью добавляем там сколько угодно кастомных сборок. Все, 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 все. Сервис Discovery разобрались. Что осталось? Осталось, наверное, самое интересное. Во-первых, что мы делаем с этими данными? С этими данными из TSDB мы… Что мы делаем с этими данными? У нас есть графана. Все знают, что такое графана. Это рисовалка графиков. Мы графану подключаем к Прометеусу, и она прекрасно рисует нам графики. Как она это делает? У Прометея есть язык запросов. И у графана есть прекрасная поддержка языка запросов Прометеуса и интеграция с ним. И для того, чтобы разобраться, нам надо сходить опять глубже. И тут такой прикол. Я решил подрезать доклад. И в PDF-версии презентации тут будут прикольные слайды, которые на пальцах объясняют, как работает PromQL. А мы с вами верим и идем дальше. Вот так вот. Я вас спас. Короче, там простой язык запросов и удобный, который позволяет быстро селектить эти метрики, складывать друг с другом, умножать и так далее. Кроме графаны в Прометеусе есть выполнитель запросов, который тем же самым PromQL может обращаться к Time Series базе данных, и у него настраивается период. Смотрите, в чем фишка. Мы указываем запрос. Например, есть ли у нас в запросе… Давайте, мне кажется, пример есть. Во, офигительный пример. Значит, запрос говорит, есть ли у нас за последние две минуты есть пятисотые. И это продолжается в течение пяти минут. О чем идет речь? Ну, эвалюатор каждые 30 секунд идет в Time Series баз данных, выполняет этот запрос. Если этот запрос что-то вернул, он говорит, что-то не так. Еще 30 секунд. Хм, все еще не так. И так на протяжении пяти минут, если на протяжении пяти минут все еще не так, он начинает слать алерты. В алерты он, кроме той информации, которую вернул запрос, тех лейблов, он добавляет еще дополнительные, которые мы ему сказали, и летят просто JSON-ки. Куда эти JSON-ки летят? JSON-ки летят в Alert Manager. Это отдельный бинарник от Prometheus, который умеет что делать? Prometheus ему каждые 30 секунд шлет. Алерт все еще есть, alert 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 все еще есть. Сказал, о, alert есть, отправлю-ка я его. Приходит второй, хм, этот я уже отправлял. То есть он просто дедуплицирует. Разобрались. Давайте посмотрим на картинку в целом, как все это выглядит. То есть до этого мы смотрели, как работает один промо, как работает весь кубернетес. У нас есть namespace, мы Prometheus используем, деплоим в namespace куб Промиссиос. Соответственно, у нас есть под с Prometheus, который подключен к сервис Discovery, как я уже говорил, и каждые 30 секунд собирает всю-всю-всю-всю информацию о всем, что у нас есть в кластере. Также у нас есть alert менеджер. Ну, соответственно, Prometheus кидает данные в alert менеджер, alert менеджер шлет алерты. Тут есть маленький нюанс в том, что мы сами, мы, компания Flant, alert менеджер не используем. Мы из Prometheus шлем данные напрямую в нашу систему, с которой работают наши дежурные. Но это наш нюанс, который можно игнорировать. В целом alert менеджер умеет слать почту, pager duty, там что-то еще, у него куча интеграций. Перед Prometheus у нас стоит Balancer, сервис, и Grafana смотрит в этот сервис. Более того, промиссиусов у нас несколько для отказоустойчивости. Каждый собирает все данные и складывает свою там серию с базы данных. А Grafana балансирует запросики между ними, соответственно, любой Prometheus убили, ну да, в нем там потерялись, то есть мы его можем вообще удалить. Ну, как бы не будет данных, создадим новые будут данных, мы не имеем с этим проблем. Можно третий поставить, если у нас паранойя с отказоустойчивостью. Более того, в Кубернетсе есть специальная штука, которая называется StatefulSet, которая позволяет управлять группой подов, имеющихся статусом. Соответственно, у нас там промиссиус в StatefulSet, и мы в разных кластерах. В одном там единичка, в одном двоечка, где-то, наверное, нолик, но вроде нолика нет нигде, тройки тоже нет нигде. Alert менеджеров на самом деле тоже несколько. Их должно быть минимум три, потому что им нужен кворум. То есть если мы хотим отказоустойчивость, их должно быть минимум три, они там друг с дружкой находят кворум, и алерты шлет только один. Окей. Что не хватает в этой картине? Смотрите. Если мы собираем данные с 30-секундной детализацией, у нас очень быстро заканчивается место. Ну, потому что данных много, место заканчивается. А мы хотим смотреть большие периоды. Делается это в Прометее так. Простите, еще немножко надо в сложную штуку нырнуть. Есть у нас промиссиус, допустим, у него есть пустая ТСДБ. Пока пустая. И есть коллектор, и он получил первый ответ, сохранил в эту ТСДБ, получил второй ответ, сохранил. Обратите внимание, вот циферки стоят неровно. И неровно они стоят неспроста. Почему? Потому что у нас же HTTP-запросы там не одновременно приходят ответы, а он, ну, мало того, что Прометей сам последовательно перебирает, так еще и разное время ответа. Получил третий из третьего источника, да, записал, и они все чуть-чуть в разное время, в разные секундочки пришли. Еще получил, еще получил, еще получил, еще. И самый интересный момент. А почему бы нам не сказать, эй, Прометей, а отдай-ка нам все метрики? Ну, как все метрики? Вот эти, да. То есть если мы у Прометея попросим последнее значение всех метрик, получится он выдаст сумму всего, что он намониторил. Ну, то есть мы в машине каждую минуту записываем показания одометра, да. Записываем, записываем, записываем. Во второй машине записываем, в третьей машине записываем. Потом у нас есть Прометей, который из трех машин собирает показания одометра, и у нас три группы таких машин, и есть еще один, который собирает со всех. Как это выглядит в деталях? У Промиссиуса есть API, туда можно запросить, это называется федерация, собственно так она и сделана, можно сказать, федерейт, он выдает прям в таком же формате, как источники выдают метрики, он выдает все свое содержимое. Там может быть много, там может быть несколько гигов, если у вас там 2 миллиона метрик, но в целом он с этим нормально справляется. И выглядит это так. У нас есть основной Промиссиус, который подключен к Service Discovery и собирает всю информацию. Плюс есть второй, у которого Service Discovery отключено, вот в этой табличке одна статическая запись с адресом первого, и он у него запрашивает. И возвращаясь к картине в целом, получается, что у нас есть под с Промиссиусом, с отключенным в Service Discovery, который раз в 5 минут собирает инфу с основных. То есть получилось, что у нас есть группа Промиссиусов основных, которые раз в 30 секунд собирают данные, и есть в 5 минут, которая запрашивает раз в 5 минут. И мы называем его long-term, потому что в нем можно хранить больше данных, смотреть большие периоды. И в графане, графан у нас подключена к обоим Прометеям, и в каждом дашборде можно выбрать, откуда получать данные. То есть если мы из основного получаем, у нас 30-секундная детализация, но там больше дня особо не откроешь, зато можно там час посмотреть в деталях или даже несколько минут в деталях. Если мы выбираем long-term, то там можно посмотреть неделю, месяц, спокойно, но понятно, что с 5-минутной детализацией. Ну, маленькое добавление, что у нас кластеров куча, соответственно, конечно же, мы ничего это руками не ставим, у нас есть централизованный апдейт, который все это разливает вместе со всеми правилами, вместе со всеми графиками, по куче кластеров, но это наша деталь, которая вам мало что даст. Про графики. Чуть-чуть. Смотрите, представим себе ситуацию, что у вас в Кубернетесе несколько проектов, нескольких неймспейсов. И возникает вопрос, а кто же съел весь кластер? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно сделать такую штуку. Нам нужно понять, что есть один неймспейс, второй, третий, и нарисовать график, например, по памяти вот такой, с пониманием, где какой неймспейс, по CPU и по трафику. И на этих графиках сразу видно, что вот из этих трех проектов вот этот один съел большую часть памяти, весь CPU и весь трафик. Мы такие, что это за проект, что он там делает? Наезжаем на него, смотрим, точно так же раскрашиваем разные цвета, рисуем графики. Ага, большую часть CPU съел бэкенд. Ага, большую часть трафика съели фронт-энд с бэкендом. А память, половину памяти съел Redis. Окей, что же делает наш Redis? Покрасили разные цвета, построили графики уже по подам. Увидели, что из трех подов только один ест больше CPU и больше трафика. Подумали, почему. Выяснилось, что это мастер Redis, остальные два слоевы. Посмотрели с ним, что в деталях, покрасив уже в разные цвета его контейнеры. То есть вот такая штука постоянная. Главное, что я хочу сказать. Для того, чтобы комфортно жить в Kubernetes, мы должны пользоваться его примитивами и делать вот этот drilldown постоянный. Это не означает, что каждый раз, когда мы диагностируем проблему, мы должны начинать с namespace. Зачастую мы… иногда мы начинаем наоборот, да. Иногда мы начинаем с серединки. Но если мы дашборды все выстроим вот в такой иерархии, наша жизнь с мониторингом Kubernetes становится легче. Над чем мы сейчас работаем? Вкратце. Во-первых, в кубе есть такая возможность, называется под пресеты. Заключается в чем? Можно делать injection в метаписание подов, автоматически добавляя контейнер с экспортером. Ну, грубо говоря, мы поставили лейбл Redis, и автоматом туда добавляется Redis-экспортер. Мы поняли, что измерения в namespace, измерения в хостах нам недостаточно. Мы хотим измерения в приложениях. Смотрите, у вас есть микросервисная архитектура, есть несколько проектов. У каждого проекта по пачке своих микросервисов. Вы хотите получать мониторинг и делать drilldown по проекты, микросервисы, а дальше переключиться с этих микросервисов быстро в namespace и туда и обратно. Мы очень хотим прийти к тому, чтобы у нас делался автоматический триаж. Я немножко поясню, о чем речь. Вот у вас есть алерт о том, что закончилось место на диске. Закончившееся место на диске — это какой severity? Warning или critical? И тут начинается нюанс. Если это dev, то вроде как это неважно. Если это prod, то это очень важно. И мы бы хотели для prod дознать ворнинги о том, что у нас там скоро заканчивается место, а для dev нам неважны critical. Поэтому мы пришли к чему? К тому, что мы будем слать всю информацию в alert manager, точнее в нашу систему, и обогащать данные. То есть мы алерты на уровне одного алерта оставляем с нормальным severity. Закончилось место на диске — это всегда critical. Никаких там ворнингов. И эти данные обогащаем информацией о том, что за система, и на основании этого принимаем решение, нам нужно на это реагировать или нет автоматически. Автоматический root cause анализис. Мы пришли к тому, что можно очень хорошо грубаять алерты, выстраивать их деревья, и плавно подходим к тому, что приходят алерты, может быть даже какие-то ворнинги незначительные, они автоматически подклеиваются к основному алерту, группируются, и уже почти сходу видно, что происходит. Итог. Обязательно помним, что такое мониторинг, иначе попадем в плохую историю. Обязательно помним, что Kubernetes добавляет нюансов. Часть из них из коробки решает Prometheus. Про часть из них нужно думать вам и следить за ними вам. Наш рецепт мониторинга Kubernetes. Берем Prometheus, берем 2000 часов, помним, что содержимое, как и всегда, важнее системы, то есть гораздо важнее правильные графики или алерты, а не этот Prometheus. Ну и делаем мониторинг. То есть вот состояние на данный момент такое, что все средства есть, берите, делайте, но очень много нюансов. Я представляю, как и всегда, компанию Flant. Мы делаем Kubernetes доступным в России. Вот, я придумал, что говорить на этом слайде. Кажется, это пятое видео про Kubernetes. Остальные есть у нас на YouTube-канале. Большое спасибо всем. Подписывайтесь на наш блог на Хабре. Круто. И у нас есть несколько минут на вопросы. Напоминаю, один вопрос за раз. Все уточнения и детали в кулуарах. Прошу. Большое спасибо за доклад. Я читал статью про ваш продукт Lockhouse. Не могли бы вы немножко рассказать, как он вписывается в эту схему и зачем вообще он нужен? Это совершенно разные вещи. Мониторинг позволяет делать алерты и позволяет делать графики, и он показывает динамику. Lockhouse – это история про сбор логов. Понятно, что из логов можно рисовать графики, но логирование обычно гораздо более расширенное, но менее наглядное. Дмитрий, поможешь выбрать лучший вопрос после того, как все зададут? Да. Просто ткнешь пальцем и скажешь, вот они спросили о том-то. Окей, следующий вопрос прошу. У меня вот вопрос, когда вот кубернетиса, допустим, не было, мониторинг в графане было легко настроить, можно было графики сделать, отдельные дашборды и по ним все смотреть. А когда вот стали в разрезы namespace, потом мы проваливаемся глубже, 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 получаются такие фильтрики сверху, постоянно их нужно щелкать, выбирать. И вот как вы решаете проблему в графане? Вот чего в ней нет, как в Enterprise, в всяких платных системах. Когда так вот кликнул, у тебя раз, провалился, провалился, провалился. Вот как вы это решаете? Это очень волнует прямо. Спасибо. Спасибо за вопрос, очень хороший. Скорее всего, у нас есть кандидат. Значит, таблички, в графане есть таблички. И мы в начале каждого дашборда делаем таблицу. То есть, например, в дашборде по namespace, мы делаем графики по namespace, а в начале табличка с namespace. И тыкаешь namespace, открывается namespace. Там табличка с очень много ручных действий, очень много копирования, но делается это. Вопрос классный, потому что мы мучаемся с этим. Коллеги, прошу вас. Здравствуйте, Дмитрий. Такой вопрос с time series данными. Вечная проблема. У нас поды поднимаются, исчезают. И если суммировать данные, то мы, грубо говоря, не можем ответить на вопрос, сколько у нас было запросов по системе год назад. Такой проблемы нет. Как она обходится? Ну, потому что у нас 20 подов, сейчас тысячу запросов дают. Через три дня эти все поды умерли, и их данные умерли. Нет, данные их не умирают. Почему? А, то есть их нужно хранить вот этот весь год. Если вам нужно хранить год, вы храните год. Вопрос в том, что смотрите, тут надо понимать, что есть архив, а есть активные данные. Если вы в памяти держите информацию о всем миллионе подов за год, то это не заработает. Если речь идет о том, что вам нужно архивные… Потом никто не мешает сделать агрегацию. То есть вы можете удалить лейбл с названием пода, посчитав сумму, промиссию сумеет хранимые запросы… А, вот. Да. Коллеги, еще один вопрос. Прошел. Я хотел спросить вот такую вещь. Здравствуйте, спасибо за доклад. До сих пор в доке прометеуса висит дисклеймер о том, дескать, не делайте лейблы с бесконечно растущим там кардиналити по значениям. Тем не менее, в кубе мы именно это и получаем. Там у нас все время поды создаются, у нас получается там лейбл под ID. Микрофон ближе, пожалуйста. Вопрос из практики. Это что, это забыли удалить этот дисклеймер? Или все-таки вы там нащупывали какой-то предел, когда уже TSDB там начинает заикаться? Он не начинает заикаться вообще. Он хранит последние два часа в хэде. И потом берет следующий чанк, и лейблы уникальные только для одного чанка, он не заикается вообще. То есть можно не обращать на это дисклеймерное внимание? Игнорировать. Это вопрос полностью решен во втором Прометеусе, который вот появился недавно. Они очень много поработали над этим, потому что понимали, что бассейн, а не детский садик. И вот теперь бассейн. Спасибо. Спасибо. Еще раз аплодисменты спикеру.